МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 28 июня по 2 июля премьер-министр Западной Армении Гарник Суркисян с рабочим визитом посетил Италию, где провел ряд встреч как с представителями политических и экономических кругов Италии, так и с представителями других европейских стран. Основной темой беседы было восстановление Западной Армении по международному праву и ее влияние на межгосударственные взаимные интересы. Премьер-министр Суркисян кратко проинформировал собеседников о государственном устройстве Западной Армении, а также его позитивном влиянии на Ближний Восток и на будущие международные политические и экономические межгосударственные отношения, если восстановление Западной Армении станет предметом международного соглашения. Предложения премьер-министра Суркисяна были с большим интересом приняты всеми представителями заседаний. Они даже обогатили беседу дополнительными моментами, особенно когда в обсуждаемой программе были четко определены взаимные интересы всех сторон и возможности решить текущие проблемы. В ходе встреч также обсуждались ряд экономических проектов, которые готовы к запуску. На 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве член Национального собрания Республики Западной Армении Лидия Маркусян провела презентацию о Западной Армении для молодых людей, проходящих стажировку в Совете по правам человека. В связи с этим был поднят вопрос об автономии армян Западной Армении и их правах, признанных в Декларации ООН о правах коренных народов. Состоялась дискуссия о Севрском и Лозаннском договоре. Напомним, что Севрский договор, который остается в силе и полностью вступил в силу 26 июня 2016 года после ратификации Западной Армении. Лидия Маркусян приветствовала интерес проявленной молодежи в Совете по правам человека к правам Западной Армении и армян. Президент Абрамян выразил благодарность молодым людям и отметил, что это важная миссия для Западной Армении направлять всех молодых людей, которые хотят защитить свои права и права человека, и уважать международное право для установления мира во всем мире. Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством приняла поправку члена Палаты представителей Конгресса США Джуди Чу в поддержку предложения Ройса Энгеля по Арцаху. Ранее Комитет по правилам внутреннего распорядка Палаты представителей США проголосовал за полное рассмотрение поправки Джуди Чу в поддержку предложения Ройса Энгеля. В своем выступлении Чу заявила, что террористическая атака на Арцах должна быть прекращена. Вот почему я представила дополнение к предложению о прекращении огня представленным Элиотом Энгелем и Эдом Ройсом, отметила она. Соединенные Штаты введут новые санкции против Тегерана, так как иранские власти не изменят свои политики без внешнего давления, как сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. Об этом заявил в среду специальный представитель США по Ирану Брайан Хук в интервью телеканалу Аль-Джазира. По его словам, позиция Вашингтона по Ирану в ряде случаев расходится с позицией ЕС. Однако никто не поддерживает экспассионскую политику Тегерана. Хук также отмерил, что Совет Сотрудничества Арабских Государств Пешхидского залива, если проявит сплоченность, может стать эффективным инструментом для противостояния Ирану. В историко-культурном музее-заповеднике Гарни будет организован вечер, приуроченный в 150-летие юбилея Комитаса Иованы Сатуманяна. Организованный по инициативе Национального центра камерной музыки юбилейный концерт состоится 14 июля в 20.30 по местному времени. Как сообщают из Национального центра камерной музыки, на мероприятии выступят три ведущих армянских музыкальных ансамбля, Государственный камерный оркестр Армении, Государственный камерный хор Армении и Государственный камерный хор Армении Овер. Древняя Гаргамыш, около современного Айнтапа, Киликия, хетский город, который считался важнейшим административным центром региона на протяжении многих веков, откроет двери как археологический заповедник перед посетителями в субботу. Руководитель раскопок доктор Николас Марцетти отметил, что туристы, посещающие регион, могут увидеть руины дворца и храма, улицу с римскими колоннами, статуи и стены с гравировкой. Город в XIII веке до н.э. служил столицей одного из областей Хетской империи. В археологическом заповеднике для посетителей открыли дорогу для пеших прогулок, кафе и места для отдыха. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Сурб-сурб» Комитаса. «Сурб-сурб» Комитаса. «Сурб-сурб» Комитаса. «Сурб-сурб» Комитаса. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!